Мобилизоваться и наращивать темпы строительства школы-интерната в Нефтеюганске поручил вице-губернатор Азад Ислаев. Готовность объекта свыше 26%. Репортаж наших коллег. Площадь двухэтажного здания составила почти 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут размещены зоны для подготовительных групп с помещениями для продленного дня и спальными. Начальные классы, актовый зал и пищеблок. На втором же предусмотрены учебные кабинеты для средних и старших классов, а также специализированные и профессиональные помещения. На объекте также планируется благоустройство территорий. Проверить ход строительства приехали представители команды Югры, общественники, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, а также специалисты департамента градостроительства и земельных отношений администрации Нефтеюганска. Объект у нас строится в рамках карты развития Югры. Заказчиком является управление капитального строительства Ханты-Массийско-Автономного округа. Объект поднадзорный. В принципе, нарушения как таковых на сегодняшний день. Подрядчик регион «Спецстрой» заступил на объект в марте 2023 года. На данный момент монолитные работы выполнены на 75%. Первый этаж и техническое помещение в подвале уже готовы. Сейчас строители приступили к возведению второго этажа. Сейчас в данное время ведется строительная монтажная работа по железобетонным конструктивам, по железобетонным конструктивам и ведется непосредственно кладочная работа. Вот как вы заметили, техника все работает, принимается бетон в данное время. Школа-интернат рассчитана на 230 учащихся и 30 мест для воспитанников с проживанием. Этот объект регионального значения, который включен в народную программу партии «Единая Россия» – карта развития Югры. Сдача его планируется в конце текущего года без отставаний в графике.